Первое, что мы сделали, это как раз дали запрос на эвакуацию. Людей переписали, пересчитали, отправили патрули, которые собирали местное население. Да, сейчас мы, дай бог, нормальные условия переведем. То есть до 12-ти сегодня вы сказали, что опять режим пешены, хотя он в принципе есть. Мы не стреляем, личному составу сейчас дан приказ стрелять только при непосредственной угрозе жизни либо бойца, либо гражданского жителя. Ну вы знаете, несмотря на объявленный режим перемирия, или его еще называют режим тишины, украинская армия раз за разом его нарушает, именно как раз в Дебальцевском котле. Сегодня мы были свидетелями, даже во время этого интервью с командиром сводного отряда с позывным Аркадьевич. В этот момент были слышны залпы украинской артиллерии, которая работала по позициям ополчения. Надо сказать о том, что в городе остается, как я уже говорил, очень много беженцев, которые по 7-8 месяцев сидят в подвалах, бомбоубежищ без воды, без света, без денег, без еды. И ополченцы каждый день пытаются под огнем вывести людей в безопасные места. Это города Алчевск, Саханов, Луганск, ну и так далее. Вообще Дебальцева 7 месяцев об обстрелах. Последние вот эти 3 недели, это немыслимо обстрелы. Все поразрушали, танк тупо стоит, расстреливает. Расстреливает танк, расстреливает дома. Украинский? Украинский танк. Встал там на Пугачева, за поселком, и стреляет прямо по домам. Привезутся каждый день по нескольку домов уничтожали. С поселка сравняли почти 6, там остались крохи какие-то несчастные. Но стреляет не только танк. В городе работают несколько снайперов, которые как раз для своих целей, в качестве своих целей выбирают и мирное население, и ополченцев. И уже были сообщения о том, что мирное население погибало от пуль снайпера. Армия Луганской Народной Республики наращивает свой контингент в самом уже Дебальцеве. Дебальцево с каждым часом туда доставляется все больше людей, боеприпасов, продовольствия. И как говорят сами ополченцы, если будет нарушаться режим тишины, то армия Луганской Народной Республики будет и дальше продвигаться вглубь Дебальцева, и не позволит украинским силовикам нарушать перемирие. Кадрия, тебе слово. Спасибо, Сергей. На прямой связи со студией был наш специальный корреспондент Сергей Довыденко. Он первым среди российских журналистов побывал на окраинах Дебальцево, где накануне перемирия закрепились ополченцы ЛНР.